Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я познакомилась с человеком, он добавил, ну так он добавил, я его знаю, он обо мне не спрашивал. Говорил, добавил общаться, а сам толком не общался, да, то есть здесь как бы немножко нарушено, ну, видимо, человек писал на эмоциях, потому что несколько неясно составлены предложения. Просто отвечал на мои вопросы и всё, вот я решил поинтересоваться, почему он тоже мне не пишет. Он говорит, что ему всё равно на женский рот и вообще все женщины лживые, непредсказуемые, все как одна, кто бы что ни говорил. Ну я пишу, всё ещё будет у него. Ну и он что ответил, говорит, инициативу в общении проявлять не буду, потому что я общаться не хочу. Поэтому он стал меня ненавидеть ни за что. Но я ведь не знал, что у него такая больная тема. Кто что скажет, это со мной что не так или с ним. Ну вот, меня смущает здесь, пожалуй, именно то, что вы спрашиваете, кто что скажет. А вот это меня, я бы сказал, смущает, потому что дело здесь не в том. Кто что скажет, а дело здесь в том, какую проблему вы пытаетесь решить в этой ситуации. То есть как вас эта история задела? Ну вот с мужчиной, да? То есть вряд ли вы будете отрицать, что вас эта ситуация задела. Поэтому нужно в первую очередь постараться именно выявить, что вас в этой ситуации задел. и уже дальше после этого можно будет о чем-то говорить. Ну, например, как вы приходите к тому, что с вами что-то не так? Да? Что наводит вас на мысль об этом? А дальше? Дальше. Получается, что человеку, практически незнакомому, ну, вам очень легко сбить, очень легко сбить вас с толку. То есть, ну, очень легко человеку сказать вам что-то такое, и вы, получается, сразу ему поверите, ему поверите, вот, вы получаете фразу, ну, примите его слова, за, ну, за чистую монету, вот, теперь, конечно, вот, несколько, несколько это смущает. Поэтому для начала, наверное, было бы неплохо. Если бы вы задали себе такой вопрос, значит, почему меня так легко, так легко, вот, ну, не то, чтобы сбить с толку, да, это, ну, вероятно, это было бы не совсем, прям, корректно сказать. Но я начинаю легко в себе сомневаться. Вот я бы, пожалуй, как-то вот так бы, наверное, ответил бы здесь. И вот с этим, на мой взгляд, уже нужно быть повнимательным. То есть, с этим уже нужно быть повнимательным, потому что это вопрос, ну, возможно, вашей самооценки. Это вопрос, возможно, вашего восприятия себя, это вопрос вашего отношения к себе. Это вопрос того, как вы видите себя и так далее. Вот. Ну и последнее, на что я бы, наверное, хотел обратить ваше внимание, это то, как вы сами думаете. Ну, то есть, вот вы сами как считаете, это с вами что-то не так, или с мужчиной что-то не так. Вот. Ну, сами просто постарайтесь соответствовать себе на этот вопрос. Как вы это думаете? Ну, вот конкретно вы как думаете? И по какой причине, если вы, ну, как-то думаете, почему вы себе не доверяете? На мой взгляд, знаете, вот, ну, по моему мнению, глобальная проблема заключается в том, что между вами и мужчиной недостаточно общего было. То есть, мужчина видел в вас просто еще одну девушку. Вот. Он не увидел в вас чего-то уникального, что помогло бы ему не придавать значение своему прошлому опыту, а вместо этого открыться опыту новому. Но, чтобы это произошло, нужно, чтобы была возможность, чтобы была возможность этот опыт получить новый. То есть, нужно, чтобы было что-то общее между вами. И вот как раз таки вопрос здесь заключается в том, а есть ли оно, понимаете? То есть, есть ли общее что-то между вами и человеком? Вот. Вот. Вот это то, что нужно поисследовать. Как нужно поисследовать и то, вообще выстраиваете ли вы отношения с мужчинами на основании общего называемого? Или вы выстраиваете с ними отношения на неких других основаниях? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.